Про зеленый Израиль Израиль одобрил новый план по увеличению доли ВИА в производстве электроэнергии аж до 30% к 2030 году. Предыдущая цель была менее амбициозная – 17% к тому же сроку. Между тем, еще в 2019 году доля ВИА в производстве электроэнергии Израиля составляла всего лишь 5%. Основной упор в секторе ВИА планируется сделать на развитие солнечной энергетики. Установленная мощность солнечных электростанций к 2030 году должна вырасти до 16 гигаватт. Инициатива будет финансироваться за счет повышения тарифов на электроэнергию от 2 до 3%. Также министерство считает, что для развития солнечной энергетики нужно задействовать здания, что поможет выработать более 50% солнечной электроэнергии. Про крупнейшую в мире солнечную ферму. Компания SunCable объявила о строительстве крупнейшей в мире электростанции на основе солнечных панелей мощностью 10 гигаватт и стоимостью 20 миллиардов долларов. В случае утверждения плана SunCable начнет строительство в 2023 году. Станция заработает к началу 2026 года, а поставки электричества в Сингапур запланированы на 2027 год. Планируется, что одна треть произведенной электроэнергии будет использоваться в энергосистеме города Дарвин, Австралия. Оставшиеся две трети электроэнергии будут экспортироваться в Сингапур. Таким образом, солнечная ферма Newcastle Waters сможет обеспечить около 1,5 потребности Сингапура в электроэнергии. Про Тесла. Илон Маск объявил, что следующим убийственным продуктом компании Тесла является солнечная крыша Solar Roof и что это станет очевидным уже в следующем году. Об этом глава компании рассказал во время телеконференции, посвященной результатам финансовой отчетности Тесла за третий квартал 2020 года. Илон Маск добавил, что Solar Roof наращивает объемы внедрения солнечной крыши В третьем квартале общее количество развертывания солнечных панелей увеличилось более чем в два раза по сравнению с предыдущим кварталом и достигло показателя 57 мегаватт. А внедрение Solar Roof увеличилось почти в три раза. Про Volkswagen. Через два года немецкий концерн собирается полностью прекратить экспорт автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Норвегию. В планах нарастить долю электрифицированных машин в объеме продаж в скандинавскую страну. Импортеры рассчитывают, что цифра вот-вот дойдет до 90%. А к 2023 году компания прогнозирует возможность полного ухода от экспорта в Норвегию машин с двигателем внутреннего сгорания. Немецкие электромобили очень популярны в стране. Лидером продаж в сентябре стал новый Volkswagen ID.3, который оказался более востребованным, чем Tesla Model 3 и Polistar 2. Популярность электромобилей в скандинавской стране связана с планами Норвегии стать первой в мире страной, полностью отказавшейся от традиционных автомобилей. Про Омскую область. Замена угольной генерации ВИА приведет к снижению выбросов СО2 в Омской области. В Нововаршавском районе Омской области до конца 2020 года будет построена солнечная электростанция мощностью 30 мегаватт. Объем инвестиций в проект составляет порядка 2,4 миллиардов рублей. Инвестором выступает Хевелл. Напомним, что согласно майскому указу президента 2018 года в городе Омск и еще в 11 крупных промышленных центрах должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Так, к 2024 году выбросы в атмосферу в городе Омск должны быть сокращены на 22,5%. Поэтому в регионе активно развивается рынок газомоторного топлива, а также строятся источники генерации НАВИА. Так, в октябре 2019 года на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефти» была запущена в эксплуатацию СЭС мощностью 1 мегаватт, ставшая первой солнечной электростанцией в Омской области. Выпуск подготовлен группой Крион.